Юр, привет. Привет. Только что закончился эфир Аймлайф по струнерабилити менеджменту и хотелось бы тебе отдельно задать несколько вопросов, чтобы ты рассказал про Skybox Security, что предлагает компания, что более подробно про продукты, сервисы и что в плане струнерабилити менеджмента доступно от этой компании на российском рынке. Спасибо за эфир и спасибо за вопрос, потому что несмотря на то, что тема с одной стороны понятная, наболевшая, есть куча вопросов и надеюсь нам удалось дать достаточное количество ответов на них, все-таки она многогранная. И вот здесь область Skybox Security, как мы видим сейчас, это скорее даже не vulnerability management, опять же это большая область, а security posture management. Если дословно пытаться перевести на русский язык, наверное, оценка состояния безопасности. Сегодня на эфире, кстати говоря, звучало, что основная цель ВИЭМа это повысить состояние защищенности, контролировать состояние защищенности. И вот как элемент вот этого процесса, этой системы, это состояние оценки защищенности, в том числе, естественно, в разрезе имеющихся уязвимостей, в разрезе их патчинга и приоритизации. И что здесь основного приносит Skybox? Он не просто агрегирует на своей базе данные из различных источников обуязвимостей. И это не только, кстати говоря, сканеры. Это упомянутые сегодня CMDB системы, системы патч-менеджмента. За счет интеграции. Да, за счет интеграции. Именно за счет интеграции. И это, наверное, отдельный вопрос. Чуть позже готовы ждать свои комментарии. То есть первое, это агрегация. Мы подключаем к себе источники. И важный момент не только источники данных об уязвимостях, а источники данных об инфраструктуре. Прежде всего, сетевой инфраструктуре. Это межсетевые экраны, это имеющийся IPS, имеющаяся маршрутизация. Тем самым строим модель сети. То есть мы рассматриваем уязвимость не просто по CVSS-скорингу, по уже упомянутым сегодня каким-то другим метаданным, как наличие эксплойтов, например. А Skybox предлагает рассматривать эту уязвимость в конкретной сети с учетом текущих настроек. То есть мы смотрим, а может ли злоумышленник, например, находящийся в интернете, или в партнерской сети, или во внутреннем сегменте, в пользовательском, получить доступ к этой уязвимости по сети с учетом ее текущих настроев, включенных сигнатурой IPS, разрешающих и запрещающих правил на сетевом экране. Что и даже оцениваются настройки сети, настройки доступности этого сервера. Это основное отличие методологии Skybox. При этом сегодня в явном виде не звучало. Внутри Skybox нет активного сканирующего движка. И в ближайшее время он не появится, его нет буквально. Да, вот это интересно. Тоже там, что, по-моему, ты обозначил такой термин пассивное сканирование. Да. То есть мне показалось такое немножко, ну, как бы, по крайней мере, на русском звучит немножко странно, да? Ну, в Skybox, вообще говоря, он называется vulnerability detector, этот движок. Ну, сначала отвечу на вопрос, почему нет сканирующего движка. Потому что это стратегия продуктовая. На рынке есть большое количество сканеров, хороших сканеров, которые коллегам справляют со своей задачей. Делать еще один, ну, в общем, наверное, это не очень целесообразно. Гораздо проще сделать интеграцию с уже имеющимся, что, собственно говоря, в Skybox и реализовано. А в дополнение к этому тот механизм, который сегодня тоже, кстати говоря, мы упоминали, vulnerability detector. И, кстати, ребята по без позитиву тоже, да, согласились с этим. То есть не всегда необходимо активно сканировать с агентской схемой, без агентской, да? То есть активно воздействовать на тот или иной хост. Порой достаточно знать, какая версия ПО и какие обновления и патчи на этом хосте установлены. Дальше, имея обновляемую актуальную базу известных уязвимостей, мы можем сопоставить версии ОСТА с этой базовой уязвимости и понять, а подвержен ли этот хост теми патчами, которые имеют уязвимостей или нет. Тебе же могут сказать, что там может стоять там какая-нибудь актуальная версия ПО, ну, например, быть там ошибки конфигурации, которые выльются в конечном итоге, что уязвимость, а как мы ее тогда увидим? Ну, здесь, конечно, возвращаемся к тому, что сканер, он гораздо более достоверный результат приносит. Поэтому Skybox по умолчанию, уровень доверия сканеру у него в скоринговой модели выше, чем... Ну, оцениваются другие источники, что очень-то важно. Да, да, да. Здесь, естественно, можно играть и сами его коэффициентами, разумеется. Вот. Но сам подход, да, то, что, а, мы учитываем настройки сети, то есть мы смотрим, реально есть ли доступ к этой уязвимости, да, а, б, обогащаем эту информацию за счет vulnerability detector. При этом, да, мы говорили, и что приятно было услышать, опять же, подтверждение от коллег, Александра, да, Стинькова, Игоря Дальва, да, Игоря, ну, невозможно сканировать каждый день. Да, и вот вопрос, а что же делать в период до и между сканированием? Поэтому здесь vulnerability detector от Skybox, или, как я не очень, да, может быть, корректно, да, там по-русски, как-то сказал, звучит, то есть вот такое вот пассивное сканирование, то есть сопоставление этой информации, оно вполне себе может выручить. То есть это не панацея, но это дополнительный инструментарий, позволяющий поддерживать информацию об актуальных уязвимостях всегда сверху. А каким образом, что информация о состоянии сети, что получается, это из каких-то за счет, опять-таки, интеграции, или что устанавливаются какие-то отдельные, не знаю, модули и Skybox, архитектура вообще какая, да, то есть это там отдельный сервис, или нужно ставить там внутреннюю инфраструктуру какого-то железа? Это хороший вопрос, потому что, с одной стороны, это краеугольный камень, да, то есть если говорить математическим языком, то что делает Skybox? Он строит полносвязный граф на основе анализа конфигурации каждого подключенного сетевого узла, каждого маршрутизатора, каждого сетевого экрана. Для этого, конечно же, Skybox должен понимать ту конфигурацию, которую он загружает. На сегодняшний день порядка 130 различных коннекторов реализовано, и мы постоянно получаем запросы на все новые, новые, новые. Где-то сами производители сетевого оборудования меняют синтаксис, меняют от версии к версии, да, или вообще поглощают кого-то, появляется вроде бы там, да, не знаю, там та же циска, но не совсем циска, либо переход как у чекпоинта, да, там R80 и каждое последующее. Ну, у многих, на самом деле, производителей новая версия, да, она сопряжена с определенными изменениями. И здесь приходится успевать добавлять. И в этой части вот сейчас очень серьезно обсуждается продуктовая стратегия, что мы хотим облегчить возможность написания коннекторов самостоятельно нашим партнерам. Чтобы был какой-то, как-то, что называется, фреймворк или... СДК, фреймворк, да, условно назовем это так. Такая практика уже есть. В частности, вот здесь, локально в России, под нужды нашего рынка был реализованный коннектор к континенту, к випнету, к дионису. Компортозаместителям нашим, да, как же без них-то, да. И к хуавею, в том числе. Ну да, так или иначе, ты ж не ответил, а что вовнутрь и сама коробка какая-то из skybox ставится, какой-то сервер или... Да, разумеется, то есть это центральная нода, основная, как бы, она как минимум одна. Дальше, архитектурно, если сеть распределенная, причем не обязательно геораспределенная, да, это может быть просто большое количество оборудования, и поэтому мы хотим масштабировать именно процесс сбора и предварительного анализа каких-то самых конфигураций. То есть можно устанавливать по различным зонам коллекторы, которые охватывают часть инфраструктуры. А что из облака есть возможность использовать, ну, если не все, да, то хотя бы какую-то часть функциональности? Да, есть, и это можно сделать, но, честно говоря, ни одного даже потенциального клиента в России... В России, да, у нас штаблака не любят. Дело в том, что, да, как работает skybox, по сути вы должны в облако передать реальные боевые конфигурации своего сетевого оборудования. И все данные о своих уязвимостях, поэтому, конечно, сложно себе представить, что тут согласились. Случится сомнительно, да. Тоже на эфире обсуждался этот момент, то есть если мы говорим там о скоринге уязвимости, да, то есть мы должны оценивать некий контекст и в том числе подстраивать этот скоринг под конкретного заказчика. Ты, в принципе, сказал, откуда берется информация, да, для адаптации этого скоринга, но с точки зрения практики от заказчика что нужно? То есть ему надо будет руками вносить какие-то там дополнительные действия или система автоматически как-то все эти источники учитывает, коррелирует и на выходе уже прям конечные результаты, ничего там донастраивать уже не нужно? Настройка, конечно же, нужна. И в первую очередь Skybox, естественно, он предлагает заложенную типовую скоринговую модель. А дальше вопрос ее тюнинга, потому что по умолчанию Skybox не может знать, чем один Windows сервер отличается от другого Windows сервера. И вот здесь простая ценность актива, это же, конечно, задача, в первую очередь, для заказчика, для владельцев провести эту самую инвентаризацию и объяснить Skybox распределение активов по уровню их критично. Саму задачу, да, можно автоматизировать. То есть если эти данные уже есть, допустим, в CMDB-системе, да, или в какой-нибудь системе инвентаризации, их можно загрузить автоматизированным образом, не проставляя каждый. Да, у нас на эфире как-то практически незатронутой осталась тема комплайнса. Мы сейчас не будем говорить про внешний комплайнс, мы сосредоточимся на соблюдении внутренних политик безопасности, которые у компании. Как вот с точки зрения комплайнса Skybox может предприятию помочь тоже? Знаете, я бы здесь, наверное, позволю себе немножко отклониться от классического vulnerability менеджмента, потому что комплайнс тема очень широка. Как некая дополнительная штука, которую можно делать при помощи этого продукта. Практически любой стандарт, и в том числе наши отечественные рекомендации, методические документы, требуют наличия зон безопасности и контроля этих зон безопасности. И, в общем-то, в любой компании есть понимание. У кого-то более детальное, чуть ли не на уровне IP-адресов, у кого-то на уровне интерфейсов межсетевых экранов, но это понимание есть. Как должно быть? И на банальный вопрос, а как это реализовано по факту, ответить практически никто не может. Вот Skybox это делает автоматически непрерывно, так как мы для оценки достижимости каждой уязвимости построили эту модель сети, Skybox может автоматически проанализировать, откуда, куда доступ есть, откуда, куда доступа нет. Единственное, что нужно, это разметить внутри Skybox зону безопасности. То есть объяснить Skybox, собственно, нашу политику, как она должна выглядеть. И на выходе мы будем иметь как раз вот эту штатенку соответствия. Какое правило, на каком межсетевом экране или, я не знаю, настройка маршрутизатора противоречит какому пункту нашей политики безопасности. А что, в принципе, потом это может отдаваться куда-то там в системы GRC или куда-то там еще выше. Да, и забегая вперед, а если мы только планируем что-то сделать, но еще не сделали, мы можем, что если проверить, если я это изменение сделаю, нарушит ли это мою политику? Да, и, наверное, последний вопрос хотел отдельно услышать. Твое мнение по поводу автопатчинга и вообще вот такой автоматизации на уровне устранения, что изюмности, устранение там ошибок конфигурации. Насколько с той точки зрения вообще, что, в принципе, это возможно? И может ли здесь быть какая-то достигнутая автоматизация при помощи в том числе и Скайбокса? На текущий момент автоматически Скайбокс патчей не ставит. И, надеюсь, что не будет, потому что лично я, я все-таки противник такого вот подхода, все под одну гребенку. Мне кажется, здесь нужно подходить избирательно, потому что где-то это, безусловно, применимо и полностью автоматизируемо, где-то нужно подходить разумно и автоматизировать лишь часть процесса. Что я понимаю под вот... Какую часть, да, я имею в виду? То есть первое, ну, естественно, про выявление мы уже сегодня много поговорили, повторяться не буду, да, мы приоритизировали, предложили варианты, а это не всегда, кстати говоря, установка патча. Ну да, как раз было в вариантах опроса, да, в вариантах с ответа на опрос, там можно ограничить права, например, да, запланировать доступ. Да, аж ритуальный патч там на внешний экран. Сигнатуру IPS, да, включить. И так далее. И это, кстати, ну, то есть может быть временные, да, а потом уже с ней патч. То есть продукт, да, сама платформа говорит о том, какие меры могут быть приняты, да, дальше помочь это запихнуть в JIRA, там сегодня многократно раз, ну, в любой сервис-деск, да, внутренний. Либо это может быть даже письмо по электронной почте, так вот уже для простоты. Что, ребята, вот ресурс, вот владелец, пожалуйста, вот такие-то меры примите, да, и дальше помочь отслеживать, приняты эти меры или нет. Периодичность, ну, естественно, я думаю, что для разного уровня критичности ресурсов она будет разная для кого-то неделю, для кого-то две, может быть, где-то месяц, даже квартал это приемлемо. То есть это абсолютно точно может быть автоматизировано уже сейчас. Установка самого патча непосредственно на продуктивную критичную систему, ну, это мне напоминает, да, такую вот шутку, как бац-бац и в продакшн. Ну, да, да. Ну, а на межсетевой экран, с которым уже есть интеграция, что, в принципе, да, что можно же передать, наверное, информацию, и закрыть какой-то порт, закрыть возможность для эксплуатации уязвимости. Да, это можно. Это, безусловно, можно, но, на мой взгляд, здесь рисков существенно меньше, потому что, а, ну, во-первых, все-таки межсетевой экран, это в некотором роде изолированная среда, куда мы ничего сверху на нее не ставим, то есть не нужно тестировать совместимость, взаимное влияние компонентов друг на друга. И, б, мы все-таки используем нативные протоколы управления в данном случае, то есть мы говорим, вот какое правило, какое место мы хотим поставить, и можем заранее оценить, на что оно повлияет. Ну, в основном тоже что-то может упасть, да, там, если закроем какой-нибудь порт протокола ограничить. Безусловно, и я в пилотах встречал вообще уникальные случаи, я не буду называть производителя, то есть мы говорим, ребят, мы не можем получить конфигурацию, система управления висит. Говорит, не может быть, у нас все работает. И обратившись уже к специалисту, они говорят, хуй, слушай, правда, висит? Она висит уже, наверное, месяца три, а мы и не знали. Такое-то же бывает. Хорошо, большое спасибо тебе за небольшое, но очень содержательное интервью, и удачи в продвижении в России этого интересного продукта или семейства продуктов, наверное, так, по промежской платформе. Да. Да. Спасибо, что поехали. Спасибо, всего доброго.